Всем доброго времени суток! Приветствую вас на самом очередном видеоуроке, посвященном веб-дизайну и веб-разработке. И сегодня мы с вами продолжим работу над нашим сайтом Drupal, а именно мы с вами сегодня добавим сюда динамические посты, по примеру нашего шаблона, на который мы будем ориентироваться при создании темы, и создадим контактную форму. Значит, давайте начнем с постов. Давайте проанализируем, что у нас есть на главной странице. На главной странице у нас есть посты, собственно, и что вводится в этих постах. В этих постах вводится заголовок, вводится подзаголовок и вводится дата. Давайте мы сделаем примерно то же самое. Значит, мы с вами сделали что? Мы с вами в прошлый раз установили модуль Views в Юхе и проинтерактировали тип материала статьи. Давайте его доработаем, потому что там, насколько мне известно, насколько я помню, не все мы с вами добавили. Давайте проверим. Так, да, я правильно вошел в структуру. Так, типы материалов. Давайте я товар удалю. Нам он не нужен. Так, статья. Управление полями. Идем. Значит, у нас есть title-заголовок, есть текст. Текст, да, даже можно удалить. Это нам не нужно. Так, body-это у нас содержимое. Поста, прошу прощения, image-это заголовок. Это изображение, извините, да, у страницы поста тоже есть изображение. В принципе, его можно одинаковым оставить, да, и тогда это поле не нужно. Можно свое вводить, но это сейчас не суть важна. Давайте добавим еще одно поле под заголовок. Под заголовок. Назовем его subheader. Давайте article subheader. Article subheader. Вдруг где-то еще под заголовки будет в каком-то типе материала. Subheader. Это у нас будет... Текст. Кстати, то, что я назвал русским по-русски, это вас не должно смущать. И мы сейчас здесь тоже могу назвать изображение спокойно. Я даже это прямо сейчас сделаю, чтобы вы не подумали, что в чем-то подвох. То есть название полей можно добавлять русскоязычное. Это банальный лейбл, подпись в админке. Давайте так сделаем. Фон, шапки. Так вот сделаем. Сохранить. Так, ну вроде бы все есть. Единственное, давайте я вот так вот сделаю, чтобы все было по порядку. Так, ну теперь давайте добавим материал. Вот у нас статья. И добавим пару материалов. У нас же заголовочек. Так, подзаголовок у нас будет вот такой. Фон шапки пока не буду делать. И добавлю немножечко текста. Совсем чуть-чуть. Ну как-то так положим. Опять же, сюда можно установить визивик. Можно все HTML сверстать. Здесь есть HTML по умолчанию. Можно, повторюсь, визивик установить. Я сейчас на этом не заморачиваюсь. Тут все как в WordPress можно добавлять. Поэтому здесь никаких нет, я думаю, проблем. Комментарии мы отключим. Все, добавили материал. Давайте еще один добавим. Еще один добавим. Ну, тут уже только заголовок будет. Так, статья. Заголовок. Ну и давайте, давайте без текста вот пока. Ставим. Закрыто. Комментарий можно, по умолчанию, закрыть в типе материала, чтобы они не вмешались. Ну, двух нам вполне будет достаточно. Теперь наша задача это все делать динамически. Подгружать, чтобы мы добавили материал, и они попадали на главную страницу. Для этого, собственно, у нас есть вьюхи. Значит, вьюхи вещь замечательная. Мы добавляем новую вьюху. Add new view. И пишем. Последние записи блога, например. Или последние статьи, давайте, да, у нас же статьи. Здесь мы назовем машинами lastArticles. Дальше здесь куча настроек, с которыми просто надо играться на самом деле. Так, показать содержимое. Мы покажем содержимое типа статья. И отсортированы они по, собственно, по-новому. Ну, то есть новые в начале будут. И нам предлагают либо страницу создать, либо создать блок. Тут, в принципе, для нас не сильно важно. Ну, давайте создадим, попробуем блок. Страницу пока... Ну, давайте блок страницу создадим. Так, то есть можно... Чем отличается блок от страницы? Представьте, если у вас есть главная страница с постами, как в этом случае, то вам достаточно, в принципе, страницу создать. Но если у вас на главной странице будут еще какие-нибудь секции, там, не знаю, по-новому блогу, там, какие-то рекламные акции и так далее, то, конечно, страница здесь не устроит, но у нас устроит блок. Поэтому тут все зависит от того, какова структура ваших страниц. Поэтому здесь просто поиграться. Значит, мы создадим блок. Прошу прощения. Так, и... Save and Exit. Ой, Exit я как-то зря сделал. Вот, Exit я сделал очень даже зря. Ну, у нас уже, в принципе, здесь такая штука получилась. Нам, по сути, надо это все дело отредактировать. Я иду в Edit View и редактирую блок. У нас есть две вкладочки Page и Block. Я редактирую блок. Здесь уже есть предварительный просмотр. И нам надо добавить, во-первых, поля. Добавить поля. Какие? У нас есть подзаголовок еще. У нас по шаблону вводится подзаголовок. Поэтому я ищу подзаголовок. Лейбл я убираю. Лейбл... Давайте я не буду убирать. Покажу, где он появится. В предварительном просмотре. Видите, здесь появится подзаголовок. Это не очень красиво. Поэтому, собственно, не очень здорово. Давайте я сохраню и все-таки размещу это на главной странице, чтобы мы видели... Мы видели это все в действии. Что это реально работает. Что я вас не обманываю. Друпа, колтугена. Так, главная страница. А, ну она уже, собственно, главный. Вот, отлично. Замечательно. Теперь нам надо вывести... Значит, лейбл мы с вами договорились убрать. Так, Style Settings. Добавлять... Я всегда от дефолтных классов, которые Друпал добавляет, я всегда их убираю. Это сугубо личное дело. Есть еще куча настроек. По каждому из них нет смысла рассказывать. Это надолго может затянуться. Поэтому, повторюсь, нет смысла. Урок тогда не был интересным. Поэтому я все это дело убираю. Так, единственное, что вот... Единственное... Вот смотрите, у нас есть содержимый заголовок, и здесь есть ссылка. Да? И... То есть, ссылка у нас будет только... Заголовок будет в качестве ссылки. Вот видите, у меня уже выводится. А вот по шаблону у нас еще и подзаголовок. То есть, у нас заголовок, ссылка и подзаголовок. Да? Вот этого пока сделать не получится. Поэтому, если будут у вас какие-то идеи, то буду благодарен. Пока вот я готовюсь к уроку, не нашел, как это сделать. Давайте посмотрим, как наша вьюха выглядит. Она выглядит вот так. То есть, вот заголовок у меня вводится. Подзаголовок у меня, кстати, не выводится. Давайте посмотрим, почему. А, я знаю, почему. Так, я знаю, почему. Так, 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 так. Мы идем... Мы идем с... А, потому что это выводится страница, да? Я так, я правильно понимаю? Потому что это выводится страница. Чтобы страница не выводилась... То есть, у нас вот эта вьюха типа страницы. Сейчас, насколько я понимаю. Вот, давайте какое-нибудь изменение. Ну да, видите, вот, пожалуйста, страница. В принципе, можно оставить так. Это не трагедия. Как хотите. Я просто думаю, как нам лучше. Ну, ладно, давай... Я уже блог просто сделал, не хочу лишний раз. Давайте я страничку... Вот, вьюху нельзя удалить. Вьюх-пэйдж. Или оставить. Ой-ой-ой, что же делать-то? Ладно, давайте на страницу. Ладно, вы меня уговорили. Точнее, друпа у меня уговорил. Если страница, так страница. Тогда нам надо что сделать? А нам добавить поля? Ну, поля можно добавлять не для каждого формата вывода. Значит, нам надо выбрать определенный формат вывода. Показать содержимое... Показать fields, поля. Вот. Поля... Мы будем показывать заголовок и подзаголовок. Это я зря галочки поставил. Это все стилизация. Так, вот поля, заголовок, подзаголовок. Смотрим, как у нас это выглядит. Вот. Сейчас что-то похожее. Что-то похожее. Давайте посмотрим на главную страницу. Ну да, как-то... Нет, я не сохранил Юху. Я не... Или сохранил. Нет, подзаголовка-то нету. Так, я не сохранил. Что же у нас сейчас выводится? Я уже сам запутался, извините, пожалуйста. Так, вот у меня edit view. Давайте добавим этой странице путь. Вот как мы сейчас флюкшами сделаем. Или все-таки... Я окончательно запутался. То есть я знаю, что я хочу сделать, но не знаю, как лучше. Давайте вот как сделаем. Последние статьи, редактировать. Пейдж-детейлз. Хочу все-таки сделать... Так... New page. Вот, delete page. Давайте страничку удалим. Все-таки все. Блок я сделаю. Все. Вот у меня блок готовый. Вот у меня выводится заголовок. Еще бы дату вывести, наверное, да? Я думаю, будет согласен с этим. Что еще бы дату вывести неплохо. Поэтому я говорю добавить поле. Data. Data, data. Здесь нет даты. А, вот, update date. Надо что-нибудь по-date поищем. Поищем что-то по-date. Data. Есть здесь что-то? А, ну вот, да, post date. Так. Формат даты. Лейбл создавать не будем. Формат даты. Тут, в принципе, нужно любой вводить полностью. Формат даты. Какой у нас шаблон? Шаблон у нас месяц, число, год. Месяц, число, год. Так, месяц, число, год. Ну, не то, что прямо на шаблон хочется ориентироваться. Вот этот, тадак. Можно, а, можно PHP задать. Ну, давайте, ладно, не будем с этим сейчас заморачиваться. Давайте оставим как есть. Это в любом случае не так уж и страшно. Посмотрим, что у нас получилось, итог какой. Вот, да, получается довольно-таки неплохо. Если мы наступим от шаблона, думаю, вы сильно не обидитесь. Так, сейчас у меня главное строительство будет пустой. Нет, не будет пустой. Так, так, так. Хорошо. Значит, идем на главную страницу. Мы идем в структуру. Идем в блоки. И здесь у нас ищем блок. Наш с вами блок, который так называется. Вот, последние статьи. Я иду, указываю, что он будет вводиться в содержимом. И, собственно, наверное, сохраняет все дело. Смотрю. Да, вот, отлично, замечательно. Замечательно. Вьюха у меня вывелась. Вот это надо дело с главной строительства, наверное, убрать. Почему я на главной странице? Вот, а я думаю, почему я на главной странице вводится? Сейчас не будет уводиться. Сейчас не будет уводиться. Так. Да, я прошу еще раз прощения за такой небольшой путаницу. Путаницу. То есть я, честно, готовился, как всегда. Вот. Ну, так вот получилось. Так. Ну, мы с вами оставим вот так вот, именно как есть. Да. Мы все равно будем тему делать. Поэтому мы с вами сейчас просто посмотрели вопрос создания вьюх. Дело это довольно-таки классное, интересное. Я думаю, вам понравилось. Теперь давайте следующую задачу решим. У нас с вами стоит задача создать форму. А, кстати. Кстати, кстати, кстати. Я вернусь во вьюху. Здесь есть more link. Кнопочку more добавить. Добавлю ее. Вот. Она будет добавляться, если... Пэдж здесь даже будет. Если у вас больше пяти элементов. Да. То есть мы сделали сколько? Пять, по-моему. Да. Вот пять элементов. Соответственно, если больше пяти, то кнопочка more добавится. Это... Ну, можно... Можете попробовать и стилизовать это все дело. Вот. Ну, посмотрим. Может, я тоже сейчас статьи добавлю. И там штучек шесть. Вот. И так далее. И посмотрим, что будет из more. Сейчас мы уже немножко затоптались на месте. Поэтому переходим к веб-форме. У нас есть форма. Я напоминаю. Нам надо ее с вами создать. Для создания форм я буду использовать модуль веб-форм. Который позволяет создавать формы любой структуры. Вот. В Drupal вообще-то, да. Вообще-то, в Drupal есть встроенный модуль для формы. Я сейчас вам его покажу. Так. Скопировать ссылку. Копировать ссылку. Так. Я иду в модуле. И здесь есть форма. Форма. Контакт, по-моему, называется. Вот. Контакт. Позвольте использовать контактные формы. Но туда нельзя добавлять собственные поля. Поэтому я буду использовать... Я вам рекомендую и сам буду использовать модуль веб-форм. Я его устанавливаю. Вот. Отлично. И теперь иду на страничку. Включаю этот модуль. Вот. И после того, как этот модуль у нас появился, я иду в структуру. И у нас появляется новый тип материала, который так называется, веб-форм. Значит, у него несколько... у него только одно поле, заголовок. Давайте мы с вами добавим поле описания. Для чего? Потому что, если я буду добавлять его в форму, то я буду... У меня будет возможность только добавить заголовок и поля. А у меня надо текст еще добавить какой-то. Поэтому я добавлю поле. Назову его контакт. И скажу, что это будет длинный текст. Сохранить настройки поля. Сохранить. Все, вроде бы готово. Теперь я иду в содержимое. Удаляю контакты, чтобы оно у нас не путало. И добавляю новый материал. Добавляю новый материал. Веб-форма. Тип материала. И пишу. Вот прям как здесь. В контакте. Вообще, под заголовок надо тоже в поле добавить. По-хорошему. В контакте. И добавлю вот это описание. Так. Собственно, все. Теперь добавляю поля формы, собственно. Первое это имя. Оно будет у меня обязательно. Здесь много полей есть. В том числе и стилизация. Мы пока не будем на этом заморачиваться. Мы просто создадим саму форму. Так. Форму. Дальше что у нас там идет? Е-мейл. Е-мейл. Тип будет е-мейл. Пусть будет обязательным тоже. Формки остаются таким же. Так. Дальше. По-моему, там телефон. Телефон. Будет тоже текст. Текст. Филд. То есть тоже будет обязательным. Хотя, может кто-то со мной поспорит, что это будет обязательным. И будет прав. Ну, сейчас опять же, целеполагание не в этом нашей форме. Это, собственно, это ваши какие-то собственные пожелания могут быть. Ну и месседж. Сообщение. Сообщение. Это будет текст. Оре. Оно пусть тоже будет обязательным. Месседж. Сейв. Ну, собственно, все. Наша форма готова. У нее даже появится свой адрес. Вот. Note 5. Соответственно, да, тут еще надо бы вот что сделать. Надо всякие эти... Идем в веб-форму. И здесь надо некоторые настройки сделать. Форум Сеттингс. Там прогресс бары уволятся. Мы давайте уберем все эти прогресс бары. Так. Прогресс бар показывать. Нет, не надо показывать. Вообще ничего. Прогресс бару показывать не надо. Сохранить конфигурацию. Сохранить. И давайте посмотрим на материал. Значит, материал. Вот так кто-то выглядит. Но прогресс бар до сих пор показывается. Поля показываются. А, еще вьюх показывается. Ну, вьюх как раз-то это не проблема. Смотрите. Чтобы... А, и форм показывается. Сейчас мы это дело поправим. Так. Почему на главной странице она показывается? Так. Контакт-ми. Потому что я на главной странице забыл снять галочку. Что ж такое-то? На главной странице надо помещаться. Так. Дальше я хочу это дело в меню создать. Настройка. ИСОВ. Редакция. В меню. Создать. Контакт-ми пусть остается. Сохранить. Готово. Теперь смотрим. Главное у нас вьюха. А нас. Это у нас страничка. Просто страничка с текстом. А этот блок мы сейчас уберем с вами. Вот. И контакт-ми, собственно, тоже. Значит, последнее, что мы сделаем, это вот этот вот блок сейчас настроим. У нас везде показывается. Надо, чтобы только на главной странице показывался. Значит, как это сделать? Мы идем в раздел структура. Блоки. И настроить блок. Здесь у нас есть показывать только на каких определенных страницах. Я укажу фронт. То есть можно указывать там, не знаю, ноутс, ложка, точка один. Или если у вас углы включены человеческие, там контакт прописать, да, контакт. Но здесь есть подсказка, что если вы хотите на главной странице показывать, используйте фронт. Я так и поступлю, собственно. Не забывайте, блоки два раза сохранять. Потому что сам блок, настройки всех блоков, собственно. Давайте проверим, прав ли я. Так, вьюха здесь выводится. Здесь не выводится. И здесь не выводится. Отлично. Ну что ж, друзья мои. Вот, собственно, мы с вами и закончили настройку, подготовку нашего сайта к будущей оптимизации. Да, мы можем добавить больше статей. Я, наверное, все-таки это сделаю. Вот. К следующему уроку. Вот. И мы с вами потихонечку начнем создавать тему для нашего сайта. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Немного меня тешил сегодня за это, прошу прощения. Ну а так, всем спасибо. И услышимся с вами в следующий раз. Пока. Кат.